Библейский портал экзегет.ру представляет Тринадцатая глава Второй книги про Липомалин или Хроник, как её можно называть. Читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну, вообще-то, вот все эти главы, начиная с тринадцатой, можно в двух словах рассказать. Было два царства, потом оба погибло, этими царями провели в большинстве своем недостойные цари, они воевали друг с другом, Бога не слушали, были исключения, но редко. Зачем такое длинное повествование? Вот я буквально пересказал основную мысль. Но мы уже говорили, что автор этого двухтомника, хроники про Липоменон, он из Иерусалимского храма, причем времен его возрождения после плена, и его задача описать, во-первых, как дошли до жизни такой, что всех выгнали, храм разрушили, и надо восстанавливать. Вот популярная тема у многих народов, обычно только говорят нас враги, вот разбили, такие подлецы на нас напали, в нашем народе предатели нас выдали, да, а здесь, да сами наши предки виноваты. А во-вторых, указать на, собственно говоря, место, которое занимало святилище, и храм в жизни двух царств, северного и южного, они уже поделились. И что из этого следует для потомков? Потому что история вот этого хрониста, его называют хронистом, потому что его книги часто называют книгами хроник. Вот его цель показать место святилища, что было, когда все было плохо, и как нужно сделать, чтобы было хорошо. Между Авией и, да, простите, 18-й год царствования Иераваама, царем Иудеи стал Авиа. Он правил в Иерусалиме три года, его мать Мааха, дочь Реала из Гивы. Ну, это такая стандартная информация, да, но про царей надо же рассказать. Книга царств тоже про них рассказывает, про многих тоже два-три слова. Между Авией и Иераваамом, это, соответственно, южный царь Иераваам, была война. Начал войну Авиа. В его войске было 400 тысяч богатырей, отборных воинов. Иераваам выставил против него 800 тысяч лучших богатырей. Слушайте, ведь эта война, по сути дела, гражданская, да, то есть две части одного народа. Авиа поднялся на вершину гори Цамараем, что в Ефремово в Нагорье, и оттуда обратился с речью. Слушайте меня, Иераваам, и весь Израиль, то есть он обращается к своим противникам. На гражданской войне, ну, Акуджава пил только пули в цене, но это на самом деле не так. Слово в цене. Надо же объяснить, почему на нашей стороне правда, да, или сила, или что-то, чтобы вот братья, с которыми мы воюем, ну, или разошлись по домам, или в идеале пришли на нашу сторону. И что же скажет Авиа, царь Северного царства? Вам хорошо известно, что Господь, Бог Израиля, отдал израильское царство Давида и его потомкам по договору, навек хранимому солью. Соль была таким элементом договоров, ну, потому что соль хранит продукты, да, если засолить что-то, оно долго хранится. Поэтому договор при помощи соли заключали. Мы не знаем точно, как, но вот соль должна была сохранить договор нерушимым. Ервам, сын Невата, который был на службе у Соломона, сына Давида, восстал против своего господина. Вокруг него собрались оборванцы и негодяи, одолели Рахавама, сына Соломона, который был слишком молод и нерешителен, чтобы дать им отпор. Вот смотрите, очень важно, что не просто мы с вами воюем, потому что вы гады, а потому что вот на нашей стороне Бог. Вы задумали противостоять царству Господа, царству, которое отдано потомкам Давида. Вас великое множество, с вами золотые тельцы, которых Ервам сделал вашими богами. То есть они отказались от Господа и стали поклоняться идолам. Священников, потомков Аарона и Левитов, а это главные, потому что, собственно, из них и сам наш хронист, вы прогнали, и, как другие народы Земли, сами назначаете себе священников. Какая, казалось бы, разница? Потому что левитское священство, которое предписано Моисеевым законом, оно от Бога. Ну, а можно самим выбрать себе священников, самим выбрать себе богов, самим построить себе святилищ. Ну, вот мы суверенны, давайте все свое сделаем, не надо нам ничего этого южного иудейского. Они так и сделали. Кто приведет с собой молодого бычка и семь баранов, тот и становится жрецом лже-богов. Ну, как всегда, даже такая форма взятки, а может быть, даже не взятки, может быть, у них конкурс открыт, принесите жертвы и станете священниками в виде бонуса такого, да? А наш Бог Господь, мы не отступились от Него, у нас служат Господу священники, потомки Аарона и Левиты выполняют предписанное. Каждое утро и каждый вечер они приносят Господу всесожжение и совершают воскурение. Они возлагают хлеба на стол из чистого золота и каждый вечер зажигают золотые лампады на светильнике. Да, мы совершаем служение Господу нашему Богу, а вы оставили его. Наш предводитель Бог, его священники трубят трубы, раздается боевой клич на горе вам. Израильтяне, не сражайтесь с Господом, Богом ваших отцов, не будет вам в этом успеха. Вот причина гражданской войны, какой ее видят южане. В данном случае это иудейское царство, те, кто хранят верность своему Богу. А те отказались, и поэтому сражается не одно царство с другим, не одна часть израильского народа с другой, а сражается, собственно говоря, Господь с идолами. Ну и что поможет это? Ирвам послал часть войска в обход, чтобы незаметно выйти в тыл противнику. Сам он стоял перед иудейским войском, а в тылу его устроил засаду. Иудеи, ну то есть единобожники, обернулись и увидели, что на них нападают и спереди, и сзади. И тогда они стали, что делать? Взывать Господу, священники затрубили в трубы, и аудеи разом издали боевой клич. И когда иудеи издали клич, Бог силами иудейского войска во главе с Савией нанес поражение Ирваму и всем израильтянам. Иудеи обратили израильтян к бегству. Господь отдал израильтян в руки иудеев. Вот самое важное в этой войне. Да, не так важно, кто с кем воевал, не так важно, кто куда наступал. Хотя это упомянуто. Имена царей, полководцев и тактические приемы. Смотрите, они хорошо подготовились, они приняли обходной маневр, ударили в тыл. Это могло бы им помочь. Во многих случаях это помогает. Но на стороне иудеев Господь. Так Авиа во главе своего народа разгромил израильтян. 500 тысяч отборных израильских воинов пало в бою. Израильтяне тогда смирились, аудеи показали свою силу, потому что искали помощи у Господа Бога отцов их. Это вот постоянная тема нашего хрониста. Вот что важного в истории. Когда мы с Богом, то мы побеждаем. Авиа погнался за Ирвамом и захватил у него несколько городов. Бетель, Ишану и Ефрон вместе с селениями вокруг них. При Авиа Ирвам так и не восстановил силы. Господь поразил его, и он умер. Вообще-то все умерли. Может быть, он досрочно умер, может быть, после тяжелой болезни, в относительно молодом возрасте. Но это понимается, как поразил Господь. И даже такие мелкие подробности, как аннексия небольшой части территории Северного Царства, это упомянуто, но вскользь, не это главное. Никто не кричит. Ура, 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 мы отбили Бетели. Между прочим, Бетели – известное место, святилище. И Ишану и Ефрон, ну ладно, это не очень известное, и теперь они наши. Это не важно. Важно, что мы с Богом. Авиа же укрепил свою власть. У него было 14 жен. Ну да, что делает царь, укрепляя свою власть? Ну, он не отказывает себе в удовольствиях. 22 сына и 16 дочерей. И это не мешало, да? То есть, дело не в том, кто как себя ведет в частной жизни. В те времена многоженство было даже ожидаемым для человека знатного и богатого, особенно для царя. А дело в том, с Богом он или нет. Прочие об Авиа и его слова и дела описаны в рассказе пророка Идо, который до нас, конечно, не дошел. Толком мы даже не знаем, что там было. Но, смотрите, хронист показывает свой метод. Да, у него есть источники, он из них выбирает только то, что относится к цели его повествования. Храм и храмовое священство, их роль в жизни народа Иудея или Израиля в целом. 14 главе это продолжится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова